Итак, всемир. Недавно увидели, что я показывал бинокулярные очки китайского производства со сменными лензами. Вот, немножко я поработал в них, посмотрел, как, что. Вот, посмотрел в сапфире, соответственно, и в руте. Посмотрел я варианты да и более качественных. Очков. Чтобы так за зрение не беспокоиться, плюс смотрел, в каких очках еще люди работают. И решил дополнительно себе взять такие очки, известные у наших мастеров и в Европе, и оптивизор. То есть такая вот коробка здесь идет. Вот, как пишет инструкция и вся вот эта схема, это Made in USA. Ну, будем считать, что она есть, других вариантов тут никаких. То есть узнать это нельзя. Ну, соответственно, если на американском, на английском такая вот штука. Значит, сами очки. Вы помните, что у китайской регулярии, там, такой же. То есть вот в этом удобство этих обеих моделей. То есть вы надеваете на голову, раскручиваете, одели на голову сзади, оп, закрепили быстро. Снимаете, тоже открутили, сняли. То есть не надо постоянно что-то там перещелкивать, никакие застежки одевать. То есть удобно. Шапка, допустим, одета у вас, кепка. Раз, сверху одели. Поджали чуть-чуть, работаете. Славили, сняли. Ну, естественно, здесь крепление тоже нормальное. Вот, тут прокладочка такая, типа того, что мягкая. Ну, в принципе. В большом счете, вот эта конструкция от китайской ничем не отличается. Вот это единственное, что здесь, видите, вот мягкий вот этот вот. И то, что мягкий, тонкий пластик, он просто служит для того, чтобы держать вот эту линзу. То есть сама стоимость линзы, она здесь примерно 90% стоимости вот этой штуки, даже больше, наверное. То есть, грубо говоря, очки стоят 1800, 1300 практически стоит сменная линза. Ну, то есть стоимость очков, там, 500 рублей. То есть, не 90%, получается, сколько примерно треть это стоимость очков. Ну, так вот, может быть, чуть побольше, чем треть. То есть, поменьше, чем треть. Короче говоря, сама линза, она стоит большую часть этих очков. Значит, здесь я взял 1,75. То есть здесь везде написано, что это мои-то не весы. Открепятся они на обычные винты. Там был вариант еще один скрепления на такие вот штыпсели, но они очень плохо вынимаются, довольно сложно. Там надо их нажимать чем-то, какой-то палочкой. То есть, есть вероятность слома. Вот в данном случае это увеличение 1,75. То есть, на расстоянии работы это примерно вот так. То есть, это обычное расстояние, как мы рассматриваем какую-то картинку. Я мерил полтора. В Сапфире не было полтора готовых комплектов, был только сменный, была сменная линза. То есть, в Русе, в Руте есть очки с полтора. То есть, если вы в Питере живете, съездите в Руту, посмотрите там. Потому что я уже взял вот эти вот очки. И в Сапфире больше нет 1,75. Рута находится на спортивной улице Яблочково, дом 3. Ну, я ссылку размещу там внизу под видео. Значит, я померил, посмотрел. 75-1,5. Никакой особой разницы. На самом деле, там разница в фокусировке, например, вот столько. То есть, я померил комфортно. Вот. В отличие от китайских, она дает более объемное такое изображение. И для глаз помягче. что здесь по заявлениям стоит стекло. вот в такой пластиковый оправе. Поэтому по качеству эти очки, чтобы глаза не уставали, если часто и много работать. То есть, они полупредпочтительнее. Вот, если работать разово, то, в принципе, китайских я думаю, что для многих вполне хватит. Только, опять же, повторюсь, надо ехать и мерить. Заказывать еще из Китая. Как бы, это вариант, если вы посмотрели в живую модель, ну, пример, китайская, да, посмотрели в живую модель и вы решили и поняли, что она вам подойдет. И здесь точно так же и едете, и смотрите. Здесь более дешевые варианты, там, по качеству они там похожи. Вот. Но там тоже такие стеклянные или полустеклянные линзы, там, с примером. В общем, есть выбор, есть возможность купить и штука для работы она хорошая. То есть, увеличивает, все нормально. Глаза не надо напрягать, когда работаешь. Вот. Всем спасибо за просмотр. Удачи всем и с Богом.